Так, всем привет, короткий апдейт по ситуации. Мы видим отскок от нашего Golden Cross. Golden Cross уже случился. Или нет еще? Давайте-ка посмотрим. Вот он, Golden Cross происходит прямо сейчас, он случился. Всех поздравляю, ребята. Это, конечно же, бычий знак в долгосроке. Но в краткосроке может быть, как уже мы и говорили, разная всякая тема. В том числе и ложный Golden Cross с последующим мини-дампиком, как было вот здесь. Да, то есть бычий, медвежий, бычий. Поэтому аккуратней. С другой стороны, то был медвежий рынок, то был конец медвежьего рынка. Да, и весь этот мини-бычий, это была часть большого медвежьего. А сейчас мы в большом бычем. И по нашему с вами логарифмическому каналу регрессии, и индикатору BIMBANDS, и Stock to Flow у нас еще запас хода куда-нибудь на сотни тысяч долларов имеется. В отличие от вот этого места, где мы были в накоплении. Но, опять же, вот это был черный лебедь, коронадамп. Поэтому просто будьте на чеку. Может быть, все, что угодно, ребята, это крипторынок. Ну и не можем мы не отметить, конечно, что состоялся релиз Bitcoin Core 22.0 с поддержкой Taproot. Это масштабнейшее обновление в протоколе биткоина со времен Segwit, то есть с 2017 года. В новой версии есть полная совместимость графического интерфейса с аппаратными кошельками. Можно использовать Sledger, Trezor. Ну и самое главное, что здесь реализована поддержка Taproot и подписей шнора. Короче говоря, это бычий знак для сети биткоина, что обновление прошло хорошо, все в штатном режиме, работает. Ничего не отвалилось. В отличие от вашей любимой Solana, которую, вот, конечно, только что перезапустили после масштабного сбоя. Но сбой был такой, что блоки не находились в течение двух часов или более. Сеть Solana вот столкнулась с большим увеличением транзакционной нагрузки на пике и легла, короче. Легла, и курс на это отреагировал, ну, таким, достаточно плавным снижением еще, на мой взгляд. Потому что, если мы посмотрим Solana USD, вот, у нас появились признаки дампа. Если вы помните, я выпустил видео вот здесь вот, где сказал вам, что, ребята, аккуратней с Solana или выходите из нее, или аккуратно начинайте шортить. У меня ведро мое первое на шорт стояло чуть выше, чем вот эта сопля. И вплоть до 300 где-то вот так я их расставил. То есть до моих ведер еще не дошло. Я пока не шорчу Solana. Но, возможно, что, кстати, возможно, что она еще до них дойдет. И даже сильно перепишет. То есть я дисклеймер. Я шортить, если буду, то в первом плече, грубо говоря, без плеча. И готов буду вот здесь еще усредняться. Потому что в итоге все равно это будет вот так. Но дисклеймер не финансовый совет. Вы все сами знаете, ребята. Меня слушайте и делите пополам на всякий случай. А то потом находятся умники, которые говорят. Ты вот здесь тоже говорил, что Solana перекупленная. Мы зашли в Dash, а она улетела еще на 48 иксов. Чуваки, ну упущенную выгоду считать дело такое. Вы ни хрена не заработаете, если будете ее считать. В логарифме Solana выглядит нормально, кстати, да. Но, тем не менее, она на верхней границе канала, как вы видите. То есть может быть ретест нижнего диапазона в районе 30 с чем-то долларов легко. Тем более не забывайте, что я-то вам говорил, что Solana на пресейле стоила меньше доллара. И все ребята, кто вот здесь купили, у них сейчас тысячи иксов, понимаете? Сотни иксов. Вы что думаете? Они будут долго сидеть? Они сейчас увидят первые такие звоночки и пойдут ее сливать. А это будет такой эффект, что мало не покажет. Я просто вас предостерегаю от этого. Не надо туда лезть. Atom. Давайте глянем Atom к доллару. Что он делает сейчас? Переписывает локальный хай. Дайте нам индикаторы. Дайте нам хотя бы RSI. Вот. Но тем не менее, ребята, сейчас решается его судьба. Если он сейчас начнет корректироваться, то у нас тут Diver появится на недельном таймфрейме. И это будет сигнал на коррекцию Атома локальную. Но если он сейчас улетит в космос как Solana, то и Diver отменяется, ребята. Поэтому смотрим. Очень увлекательно идет Atom. Все, кто хотели зайти на откатики, не дает он откатиков никаких. Вот, посмотрите, четырехчасовик. Ну, то есть он дает, конечно, эти откатики, но немногие успевают на них залететь. Вот, поэтому, да, если вы хотите залетать в Атом, наверное, имеет смысл ждать небольшую коррекцию. Тем не менее, ее может и не случиться. Атом к битку мы увидим еще лучше прет. Посмотрите, какая хорошая волна. И вот он сейчас уперся в сетку EMA Ribbon. Если мы посмотрим здесь, то он ее пробивал на четырехчасовом таймфрейме оба раза. То есть в теории, если он ее опять пробьет, можно где-то здесь заходить, в Long, если вы верите в Атом. А на практике, конечно, рынок манипулятивный. Наверняка тут ничего не скажешь. Но на дневке мы вообще удерживаем сетку EMA Ribbon. Посмотрите, и в прошлый раз, когда мы ее потрогали, это была идеальная точка входа. То есть в теории, если она сейчас подрастет, и мы куда-нибудь в нее уткнемся, вот тут, наверное, можно будет брать Атом. И по трону давайте глянем. Трон еще не так хорошо полетел. Трон только начинает лететь. Смотрите, он еще даже не переписал свой вот этот вот хайк к биткоину. И вот этот свой хайк к биткоину. То есть тут по трону ситуация очень интересная. И ему, в принципе, есть на чем лететь. У него и фундаментал бычий, это и USDT, и TRC 20, который все используют сейчас, и BitTorrent, и все остальное. Поэтому трон к доллару тоже, смотрите, у него все еще есть непереписанные хаи вот эти. И я думаю, тут очень хороший потенциал. Трон практически беспроигрышная ставка сейчас. Поэтому ищите отскоки, на них заходите спокойно. Тоже, конечно, можно это назвать дивергенцией, но, слушайте, это будет зависеть от конъюнктуры всего рынка. Если мы увидим мощнейшую коррекцию, тогда, да, все, наверное, сходит вниз. А если мы увидим памп сейчас, то почему бы и нет. И на самом деле все, кто гонит за медвежатину, они отчасти правы. Я сам думаю, что будет медвежий рынок, но, по моему мнению, он будет позже. По всему и по Total, и по фондовому рынку мы сейчас переписываем хаи. Скорее всего, будет очень резкая палка наверх и по фонде, и по всему, чтобы сквизануть всех шортистов. И потом только вниз. Ну, как я вам обычно и говорю. Это мое мнение. Вот вам к разговору, а вы говорите, что все по быче настроены. Вот такие комментарии я постоянно вижу на ютубчике. Я просто их даже не лайкаю, поэтому они уходят вниз. И вы видите только бычьи комментарии, которые я лайкаю. И я принял решение лайкать, начать медвежьи комментарии, чтобы вы их видели. Вот таких комментариев реально гораздо больше. Биток в декабре будет стоить 29, а в январе 15. Жду по 19. Я не знаю, может, это тролли, но похоже, что это реальные люди. И многие действительно ждут подешевле. И мы знаем, что происходит, когда все так ждут. Поэтому да. Что в целом у нас с вами происходит с доминацией BTC? Давайте глянем. В доминации BTC происходит то, что она немножечко отскакивает и сформировала вот от этого важного уровня 40%. Сформировало здесь некое такое двойное дно. И по ходу будет сейчас более сильный отскок. Что это значит? Что альткоины в моменте будут уступать биткоину в иксах. То есть биткоин будет расти чуть сильнее. Вон, мы уже видим, что у биткоина достаточно бодрый отскок. Фемикс очень удобная биржа. Здесь можно также золотом торговать. Вот лонг по золоту набран. И по битку держу тут свой лонг до сих пор. Держу, не закрываю. Вот такие вот PNL. Плечо очень маленькое уже в кроссе. Но плечо кросс как бы. Но по факту вот такое вот плечо, кто спрашивает. То есть поэтому и риск такой, что очень невысокий. В общем, биржа Femix. Замечательная биржа. Спасибо им большое за то, что они есть. Тоже все очень удобно. Dragon Drop делается. Лимитные рыночные заявочки. Ликвидность хорошая в стакане. Куча валютных пар. Нулевые комиссии на споте, кстати говоря. Нулевые комиссии на споте. Это очень-очень полезно. Особенно если у вас хороший объем. Сэкономите кучу средств. Функция саб-аккаунтов доступна. Если вы хотите на одном аккаунте, допустим, лонг в маленьком плече взять. А на втором шортить в большом плече. Пожалуйста. Все это здесь есть. Все ордера Dragon Dropаются, перетаскиваются. Если вот вы, например, хотите разгрузить биток, я не знаю, по 52К. Там тысячу контрактов. Ставите с шорт. И вот он появился. Можете вот так его на графике прям перетаскивать. Пониже, повыше. Можете, понимаете. Плавная разгрузка, плавная догрузка решает. Не шорт, я имею в виду. Вы понимаете, да, что я нажимаю селл шорт. Это не значит зашортить. Это значит разгрузить часть своей позиции. Вот эту 13 тысяч контрактов. Я могу разгружать 13 заявок по тысяче контрактов. Понимаете, да? Я надеюсь, что понимаете. Потому что, если не понимаете, то на рынок вам точно лучше не лезть. Ну, поехали дальше. Что мы здесь видим? Доминация BTC может, конечно, отскочить еще сильнее и до сетки AMA Ribbon на дневном таймфрейме, и даже до сетки AMA Ribbon на недельном таймфрейме. И это может очень сильно выстричь всех Alt to the Mooner и потом только пойти вниз, по моему плану, переписывать ЛАИ. Вот, но в принципе, в принципе, мы же можем не пойти переписывать ЛАИ, вы поймите, это просто мои ожидания. А мы можем отбиться и пойти переписывать ХАИ, и биткоин сезон начаться. Поэтому будьте бдительны, аккуратны, и не забывайте о том, что трейдинг – это искусство вовремя переобуваться на ходу и на лету прямо, а не сидеть в своей позиции и говорить, я прав, и так далее. Тем не менее, что мы видим? Лайткоин. На часовике мы, конечно, видели дичайший памп и дамп с вами на прошлом, когда это было, позавчера уже. Да, вчера я видео не выпускал. И кажется, что все, скам, смотрите, да, сейчас все такие, типа, ну все, выходит из Лайткоина, все, кто вот здесь набрал, сейчас выходят в убытки, стопы закрываются. Но на самом-то деле, если вы посмотрите глобально, на недельном таймфрейме, он все еще в канале. Лайткоин к биткоину, он на самом дне, в отличие от Лайткоина к доллару, который уже переписывает ХАИ, и, в принципе, идет их дальше переписывать, то к биткоину Лайткоин вообще на самом дне. То есть, что это значит? Что в какой-то момент он начнет стрелять сильно к биткоину, это значит, что он и к доллару вообще улетит в космоса, типа, вот так вот куда-нибудь на тысячу долларов, понимаете? Так это работает. Это обязательно произойдет, только вопрос, когда. Тем более, тут RSI, вон, пошел по быче. Все пошло ништяк. Вот, поэтому, что я хочу сказать, что на недельных, на больших таймфреймах, да, как инвесторы, как марджин-ходлеры, вы должны это воспринимать как возможность, а не как то, что там слив, там, караул. Вон, Dash мы смотрели, опять же, смотрите, EMA Ribbon развернулась в бычью сторону, уже полгода идет накопление лонга. Вы радоваться должны, что он падает здесь, а не растет. Что если бы он вот так вырос, вы бы здесь уже, ну, доусреднились не так клево, как вы можете доусредниться вот здесь. Дисклеймер, конечно. Но в целом, вы же понимаете, что тут потенциал, как бы, так, что вот это станет прямой линией просто. И вот это сопротивление в 1600 баксов будет пробито просто со свистом. Со свистом, может быть, даже безоткатно. Ну, может быть, небольшой откатик мы туда увидим. Но в целом, вот, что я жду по Dash. Надеюсь, что вы тоже. Но с другой стороны, продавайте, продавайте, ребят. Продавайте, потому что нужно топливо для роста. Дотшкоин, опять же, давайте вспомним. Никому он нахрен был не нужен вот здесь, по 20 сатоши. Я его к биткоину смотрю, но к доллару там плюс-минус то же самое было. Даже в логарифме, посмотрите, он не рос. В логарифме это был просто боковик и флэт. Много-много лет. Дотшкоин ходил вот так. Но и то, весь вот этот его движ, это был, на самом деле, мощный движ. Ведь, смотрите, нижняя граница этого канала проходила примерно на 20 сатоши, даже ниже. 15-20 сатоши. А верхняя граница, до куда он долетал, обычно была в районе 100 сатоши и выше. То есть, это были 5, 6, 7 иксов туда-сюда. Он ходил, как RSI. И потом, что произошло? Он бахнул вот сюда. Вот здесь почти все зафиксили, кто в нем сидел. Но я вам больше скажу, вот здесь его даже никто не набирал. Все говорили, да ну нахер этот скам. Тут Илон Маск вышел, твитнул, все полетело. Но только не думайте, пожалуйста, что все полетело из-за того, что Илон Маск твитнул. Это полный бред. Так, ну, как бы, новости притягивают за уши к цене, а не наоборот. Все полетело, здесь вышли, и тут бам, и мы улетаем еще на 10 иксов. Слава богу, мне ума хватило, и я оставил 10% в нем. 10%, которые превратились еще, грубо говоря, в 100, понимаете, да? Многих я знаю, кто вышел вообще полностью, включая Redvana здесь и всех. Но, с другой стороны, это не страшно, всех денег не заработаешь, ничего такого. Но, тем не менее, я хочу вам напомнить, что Dogecoin улетел очень высоко на 100 иксов от своей нижней точки к биткоину. И по логике вещей он сейчас идет ретестить вот это многолетнее сопротивление в районе 100 Сатоши. Поэтому очень аккуратно с Dogecoin, всем Doge to the Mooner посвящается. На мой сугубо личный взгляд, Dogecoin к биткоину – это шорт, как и Solana сейчас – это шорт. То же самое могу сказать и про BNB, про Chainlink, только более сдержанно. Они уже отстреляли. Даже ETH Classic мой любимый, понимаете? Я люблю ETH Classic. Но он, вот посмотрите, тут уже, он к доллару уже переписал High. Он к доллару уже переписал High, и набирать его надо было вот здесь. Набирать его надо было вот здесь, поэтому сейчас, ну, как бы, такое себе. Я, конечно, держу немножко эфир классика, и я думаю, что он пойдет выше. Но, возможно, перед этим мы увидим коррекцию, вот как вот здесь было. Может быть, даже длительное накопление, понимаете? Может быть, что он сейчас сразу полетит на Луну или хотя бы дойдет досюда, может быть. Но уже, на мой взгляд, несмотря на любовь к монете, уже можно из нее частично выходить. Особенно, кто заходил там в 40 раз дешевле. И не перезаходить повторно вот здесь, потому что основная ошибка в трейдинге – это когда вы выходите здесь, потом ловите FOMO и залетаете на всю прибыль здесь, и в итоге всю прибыль обратно отдаете. Не делайте так. Поэтому, еще раз говорю, всякие BNB, все вот это вот, то, что уже отстрелялось или уже сильно стрельнуло. Посмотрите на BNB, ну, тоже же пипец. Вот он торговался дешевле многих монет. Он торговался там по 30 долларов. Как бы, я не удивлюсь, если он сделает вот так вот. Понятно, что там BNB, Binance, но сейчас какие-нибудь новости выйдут, Binance там что-нибудь где-нибудь там хакнут. И все, понимаете, BNB улетит ниже двухсотки. Как миленький. Я не говорю, что это будет, я говорю, что это может быть. Поэтому вот, Basic Attention Token, внизу, накопление. Stellar, Bitcoop, все еще внизу, накопление. Понимаете? Тут же невооруженным глазом это видно. И в целом Total Market Cap, посмотрите, идет переписывать high. Ну, не бывает такой двойной вершины. Посмотрите, как было в прошлом цикле. Вторая вершина была гораздо ниже. А сейчас, посмотрите, у нас вторая вершина уже практически выше. Так что все, осмотрите в логарифме. Понимаете, что мы в Stock to Flow цикле чешем дальше наверх на неверующих, на уменьшающихся возвратах. И я вам так скажу про шарты. Да, действительно, шарты это топливо. И почему? Да потому что, смотрите, ну, сейчас Bitcoop улетит на 64, там, на 70, на 90. Что здесь произойдет? Здесь все выйдут и скажут, еее, я срубил крышесносную прибыль. А дальше что они сделают? Он полетит еще выше, а они подумают, блин, дай-ка я еще сделаю уже margin take profit. Зашарчу с плечиком здесь со вторым. Типа, круто же. Продам Bitcoop, которого у меня нет. Типа, я умный, сейчас он упадет, и я заработаю. А дальше что происходит в таких случаях? Нифига он не падает, а он начинает экспоненциальную фазу последнего роста. Вот как вот здесь, как вот здесь, как даже вот здесь было в мини-этом цикле. Как было вот здесь, понимаете? Вы что думаете? Вот тут тоже все зашартили, он же уже отрос на столько иксов. И в итоге вот эта последняя фаза, она просто выстригает всех шартистов, у которых стопики стоят за 120, за 150, за 250, там, за 300. И докуда долетит Биткоин? Одному манипулю известно. Поэтому, ребят, он может так реально и на миллион слетать, и потом отвергнуться вот так легко, потому что будет, если там крупные хедж-фонды будут шартить, а они будут, как мы знаем, даже всякие Майкл Бьюри и прочие. Почему нет? Биток может легко слетать, чтобы их всех просто расстрелять там, понимаете? О, криптоанархия у нас получилась. Ладно, все, что-то я заболтался. С вами был Гриня. Спасибо, с вами очень интересно. Надеюсь, вам со мной тоже. Все, это дисклеймер, не финансовый совет. Торгуйте осторожно, профитроли вам. И до следующей встречи. Пока.